Сапропель — это откладание, которое находится на дне пресных водоемов долгие годы. В народе он просто называется «Глеем». Сапропель складается с дробных органичных частиц рослинного и живёльного света с додатками разных минеральных речевов. Новая вытворчность у Житковича — частка проекта «Зелёная экономика». Он реализуется в нашей стране при поддержке Европейского Союза и Организации объединенных наций. Замежное финансование дозволило на базе предприемства Житкович и Химсервис реализовать пилотную инициативу по отриманию высокоэффективных органичных удобрений шляхом глубокой перепроцовки сапропеллю. При патрынце проекта набыли сучасное обсталявание, наладили вытворчность, якая не только приносит прибыток, а и поляпшая экологию. Здесь оценивается порядка 80 миллионов тонн сапропелли, которые можно добывать. Сейчас добыча составляет порядка 30-40 тысяч тонн, но в ближайшее время, благодаря реализации этого проекта, эта добыча может быть доведена до 100 тысяч, до 100 тысяч тонн и более. Пример вот этого озера Червоного показывает использование природных ресурсов с экологической составляющей. Очень важно то, что вот это озеро, очищая от сапропелли, мы его углубляем, создаем условия удобные для жизни рыб и для жизни вот тех птиц, которых мы видим здесь. Сапропелли с дольной худка повышать уродливость глебы, поляпшать ее структуру и уластивости, что важно, и он экологично чистый. Основными спожилцами перепроцованного сапропеллю заявляется предприемство агропромыслового комплексу. Поставляет такое удобрение и угандлевую сетку. Другой значной нишей для реализации продукции изъявляется нафтогазовая глина. Продукты сапропелли у жидковицкой вытворчасти уже знайшли покупнику не только у Беларуси. Яши некольки потенциальных домовленностей об супрацовнестве знаходятся у распрацовцы. Высокая рентабельность в вытворчасти и ее экологичность дают подставы и для больше амбициозных планов. Вторым траншем из Евросоюза нам выделена определенная сумма денег на переоборудование этой линии. Я думаю, что сейчас полгода мы с вами встретимся, и я покажу новое оборудование, которое действительно даст экономический эффект. Но прежде всего я говорю, что добавятся рабочие места для людей, получится хорошая добавленная стоимость, потому что новое оборудование предусматривает выпуск новой продукции. Настасья Кучинская, Явген Макеенко, телерадио-компания «Авгуми».